Здравствуйте, дорогие наши зрители! Вы писали, чтобы мы приготовили мамалыгу. Просьбу выполняем, тем более, что под комментариями о мамалыге вы все лайкаете. Поэтому перед тем, как готовить мамалыгу, мы приготовим то, с чем мы будем кушать мамалыгу, чтобы у нас уже всё было готово. А кушать мы её будем с шкварочками, с мяском, с грибочками. И для этого кусочек сала, который мы вместе с вами солили, печерёвочка, мы нарежем на кусочки, чтобы выжарить наши шкварочки. Шкурочку мы, конечно же, не нарезаем, потому что она жёсткая будет, когда мы её будем жарить, но она такая вкусная. Иван Афанасьевич на эту бьёт, ну, соломкой шмалена. Нарезаем вот на такие примерно кусочки. Для нас двоих это будет достаточно. Кусочек сала оставим на потом. И нарежем кусочек жирненького мяса. Также, чтобы это было, были у нас вкусные, даже не шкварочки, а просто вкусное мясо. А ещё для приправы, по желанию, можно взять любые грибы. Я немножко для аромата добавлю шампиньонов. Можно также добавить немножко сметаны, либо же сливок, или же просто одну зажарку. Это кто как любит. Мясо мы порезали, и теперь нарежем лучок. Грибочки я нарежу на пластинки. Но если делать мамалыгу в пост, или же, как наши родители рассказывали, как они в голодовку кушали мамалыгу, то вот этих всех зажарочек не было. Просто мамалыгу сварили, и это был хлеб. Заменитель хлеба. Кукурузный хлебушек. Да, заменитель всего был тогда кукурузный. Да, потому что почему-то пшеницу и другие зерновые конфисковывали, а вот кукуруза оставалась. Я помню, как папа рассказывал, не помню, я рассказывала вам это или нет, как папа рассказывал, что они спрятали, когда конфисковывали запасы у селян, то бабушка и дедушка спрятали, ну, как сказать, турбинку кукурузы далеко в печи, в самый дальний угол печки, где они хлеб пекли, в надежде, что там обыскивать не будут. Но так и случилось, не обыскивали, и этот узелочек кукурузы остался. И через два дня, когда обыски все прошли, дети хотели кушать, и дедушка с бабушкой залезли в печку, чтобы достать этот узелок с кукурузой и приготовить. И, к своему удивлению, они там кукурузы не нашли, только тряпочка, только узелок. Они в растерянности, куда же делась кукуруза, начали искать, нашли дырочку, раскопали эту дырочку, и всю эту кукурузу, так как папа рассказывал, всю эту кукурузу мыши перенесли под пол, и там сложили, говорит, так аккуратно, в пирамидку. Они эту кукурузу собрали, всю забрали у мышек, промыли в нескольких водах и приготовили. Вот такой случай рассказал папа из своего детства. Бедные мышки! Ну и вот мы переходим к плите, мы подготовили зажарку, уже можем и воду ставить на малышку, и шкварочки. У меня здесь литровая баночка кукурузной крупы, вернее, у меня мука кукурузная. Мука, так же, как и пшеничная, бывает разная, разной фракции, поэтому нужно приспособиться, сколько воды. Или же, если покупаете, то на пачке написано соотношение воды и муки. К моей же муке 1 к 2 литровая банка муки и 2 литровые баночки воды. К 2 литрам воды я добавляю половинку столовой ложки соли, включаю уже кастрюлю, и сразу же включаю, чтобы разогревалась наша сковородка. Я 1 ложечку всего растительного масла капну, чтобы легче обжарить сало, и обжарю сало. Сало немножко вытопилось, мы добавляем жирненькое мясо. Сразу же я его посолю, поперчу, постоянно помешиваю и жду, пока закипит водичка. Мясо уже запахло жареным, и мы добавляем лучок. Обжариваем лук до прозрачности. После того, как лук позолотился, я добавляю грибы. Перемешиваю, и после того, как грибочки выпустят сок, дам испариться влаги немножко. А тем временем вода в кастрюле закипела, я добавляю примерно размером спичечный коробок сливочного масла. Если мы малый уготовим в пост, масла мы не добавляем. И вслед за маслом, вот так струйкой, подсыпаем муку кукурузную, и сразу же постоянно помешиваем. Лучше всего это делать качалкой деревянной, это удобнее всего. Постоянно подсыпаем и постоянно помешиваем. Мешаем, 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 чтобы не было комочков. Все хорошенько размешиваем. Друзья обычно это делают в казанчике на плите, которые дровами топят. Так удобно. А кастрюля ерзает. Так что, Иван Афанасьевич, помогай. Помогай и держу, давай. Потому что надо держать качалку вот так, двумя руками, и вот так вот помешивать, помешивать, помешивать. До тех пор, пока наша мамалыга не будет отставать от стенок кастрюли. Что, устала? Давай я помешаю. Ну, давай. Держи тоже, что ж ты, блин. Ну, ладно, я сам справляюсь. Ну, держу, держу, давай. Так, мешаем постоянно. Качалка должна быть постоянно в кастрюле, до тех пор, пока не будет отставать от стенок кастрюли. Получается? Может, уже отстает? С чем надо? Что, стунишь? Нелегко заработать? Да. После того, как мамалыга уже отстает от стенок кастрюли, можно уже мешать ее не так интенсивно. Но так как у нас крупа натуральная не подвергалась термической обработке, не магазинная, а вот домашнего помола, нам нужно дать на медленном огне еще ей попыхтеть, побулькать, чтобы она приготовилась, чтобы не было сырой. Магазинные крупы современные варятся намного быстрее. Убавляй огонь? Убавляй огонь и дадим попыхтеть. Вот видно вам, как она пыхтит, булькает, сердится. Вот так она должна посердиться, попыхтеть. А тем временем у нас уже мясо готово. Ну вот, мамалышка наша там пыхтит минут 20. А мы быстренько подготовим. Смотрите, я натерла на терке кусочек брынзы. Смешала его немножко с творогом, потому что брынза у нас очень соленая. Подготовила также сметанки. Это кто с чем любит кушать. И делаю вот такую заправочку из чеснока, сырого лука и растительного масла. Когда-то, когда масло было у нас колхозное, домашнее, то разбавляли напополам с водой. Папа говорил, масло жирное разбавлено пополам с водой, чтобы не тошнило. А сейчас такое масло, что оно уже продается разбавленное. Поэтому мы его разбавлять не будем. Вот так, смотрите, мы натерли на терочке чеснок. Сейчас я нарежу сюда же меленько лук. Залью вот это растительным маслом. Немножечко подсолю. И у нас будет такая приправа. Так, совсем немножко соли. И это обычно такая приправа в пост, когда люди готовили. Или же в голодовку, когда не было шкварчик. Вот такая вот была приправа к мамалышке. А сейчас это злободневно, так как у нас лютует вирус. Также очень хорошо приготовить такую приправку к мамалышке. Всё, мамалыга у нас уже готова. Можем также уже и мяско насыпать. Оно уже тоже поджарилось. Плиту мы выключили. Ещё 10 минут дали отдохнуть. Мамалыги настоятся. И теперь Иван Афанасьевич, смертельный аттракцион, выкладывает мамалышку на блюдо. Если круглый казанчик, она получается такая, как хлебушек. Но на нашей плите в круглом казанчике, к сожалению, не приготовишь. Отключила. Вот так Иван Афанасьевич поправил, поставил на центр. И теперь можно либо ложкой вот так брать, либо нарезать ниткой. И вот ниткой я привык. У Ивана Афанасьевича в семье нарезали в детстве ниткой на квадратики. А у нас мы брали ложкой и выкладывали каждому на тарелку ложкой. Всю нарезать? Ну, половину нарежь. А половину не получится? Не получится, а ну тогда нарезай всю. Хватит? Ну, хватит. Ну, вот такой у нас завтрак с квашенины добавили. Плавно переходящий в обед. И мы сначала немножко подстелим, так сказать, на дно желудка. Да, Лариса Николаевна? Друзья, кто в детстве ел мамалыгу, кто вообще ел мамалыгу, тот обязательно приготовит. Наверняка кто-то готовил, кто-то ел. Но вы просто забыли о таком шикарном, сытном блюде. А еще мамалыга удивительная еда, которую обязательно надо давать маленьким девочкам, чтобы из них выросли здоровые, крепкие женщины, которые могли бы здоровое, достойное потомство лежать. А мы, когда в детстве мама варила мамалыгу, мы брали вот так кусочек мамалыги, была одна общая тарелка с шкварками и одна общая тарелка с брензой. И мы вот так вот макали в шкварки, чтобы пристали шкварки мясные. И вот так макали в брензу. И вот так кушали. Но сейчас уже... Да и если бы не перед камерой, я бы тоже так кушала, потому что в детстве... Так привычка. Привычка, да. Но сейчас уже... Подстелила. Ты говорила, а надо подстелить. И вот подстелили на дно желудка, а теперь можно капельку вина из-за лучи. Рецепт я вам давать не буду, потому что уже срок лучи прошел. Но тот, кто наберется терпения и будет оставаться с нами, обязательно этот рецепт дождется в следующем году, в следующем сезоне. Я его упростил. В гугле намного сложнее, тяжело. Я делал его проще. Его можно сделать легко и непринужденно. А аромат? Оцени, скажи ты. Я уже попробовала. И причем я первый раз пробую это вино. Мы еще не пили. Оно должно настояться. Друзья, это стоит сделать. А попробовать обязательно. Напоминает шампанское по вкусу. Наберитесь терпения. И кто останется с нами, обязательно на следующий год сделает такое вино. Всем добра. Всем самого лучшего. Всем злагоды в семье. До свидания. Будьте здоровы. Не болейте. Готовьте такую мамалыгу. Всего хорошего. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok